Использование алкоголя на праздниках славянских. Вот именно этот вопрос является одним из приоритетных сейчас. Давайте мы поймем, что собой представляет праздник на энергоинформационном уровне. Праздник — это всегда особый день, особенный. И чем он особенный? Он особенный именно эмоциональным нагнетанием. Поэтому, вот почему существуют даже такие духовные практики на реализацию намерения, вот именно больше такого магического характера, где можно в ночь на какой-то крупный праздник, например, в ночь на Новый год или в ночь на Рождество и так далее, почему осуществляются какие-то ритуальные действия на запуск намерения в материализацию? Каков механизм? Чем особенны эти дни? Да как раз-таки эмоциональным нагнетанием. Эмоциональное нагнетание — вот что дает особенность вот этим дням праздничным. И понятное дело, что в малой степени эмоциональное нагнетание вызывается и в дни рождения человека. Но дни рождения только на уровне его близких людей. И все. А когда речь идет про крупный праздник, то естественно, что к нему готовятся в большей или в меньшей степени все. Во всяком случае, они отчитывают дни до этого праздника, особенно если намечено какое-то крупное мероприятие. Так? И вот если мы с вами будем говорить по горячим следам, то последний крупный праздник, который был у нас, это праздник сенсостояния. Вот как раз 21-22 июня, который был. И если мы проанализируем, собрав информацию, я понял, что на достаточно многих мероприятиях использовался алкоголь. Что значит использование алкоголя в праздник? Кто ввел эту порочную традицию, не будем. Об этом сейчас этот вопрос затрагивать не будем. Разберем, чем она чревата. Первая стадия отрезвления. И запомните себе, пожалуйста, это я очень прошу вас, это важно. Первая стадия отрезвления. Оставить за собой возможность употребления алкоголя, но не в праздничные дни, а в будни. Первый шаг к отрезвлению – отрезвить праздники. Поймите это. Почему? Потому что праздники – это особые дни. И в особые дни идет программирование своей жизни от праздника до праздника, от Нового года до Нового года, от Каляды до Каляды, от Купалы до Купалы, от Сенсостояния до Сенсостояния. Понимаете? Идет программирование. Более того, оно идет не просто по той причине, что люди захотелись, запрограммировали. Нет, оно не может не программироваться. То есть программирование идет естественно и само собой. Наши предки как программировали события своей жизни от праздника до праздника? Элементарно, через застолье. Застолье когда-то выступало очень мощной духовной практикой. Более того, и сегодня выступает. Именно сегодня оно несет сакральную основу. И вот теперь смотрите, что происходит. Праздничный день. Особое эмоциональное состояние, особое нагнетание. Подсознание знает, что в этот день, в эту ночь идет программирование жизни в ту сторону, в которую желает хозяин, в данном случае сознание. Подсознание подчиняется нашему сознанию. И смотрите, как получается. Наша духовная культура, вспоминаем, сориентирована на правду. Правда и кривда. Вспоминаем сказку. Так? Правда и кривда. Что значит быть сориентированным на правду в этом вопросе? Значит, сохранить ясность своего сознания. Что делает алкоголь? Алкоголь искривляет сознание. То есть вводит человека в состояние кривды. Это же элементарно. Правильно? Соответственно, когда человек употребляет алкоголь на праздники, на праздничные дни, тем более, не дай бог, в славянские праздники, то он погружает свое сознание и свое подсознание в состояние кривды. Подсознание воспринимает это как команду о том, что хозяин между правдой и кривдой выбрал кривду. Да будет так. И понеслась. Это на уровне, когда человек просто взял и выпил на праздник. Причем неважно, дало ему это в голову или не дало, или если дало, насколько сильно. Дело не в этом. Дело в том, что подсознанию дается команда. Команда и выбор. Фактически, когда человек употребляет алкоголь в праздничный день, он говорит своему подсознанию, я выбрал кривду, это мое решение. И главное, что все силы небесные, это правило, они принимают это. Они принимают. Почему? Они не возмущаются и они не перечат этому. По той причине, что во Вселенной, в мироздании действует закон свободы выбора. Если человек принял решение стать на путь кривды, сделал свой выбор в столу рну кривды, все силы небесные будут с ним считаться. И боги, и предки, и леги, и ясуни, все. Вот почему была введена традиция использования алкоголя на праздниках. Если кто-то из вас или ваши знакомые еще не стали на трезвые позиции, то и у вас главным образом есть желание избавиться от алкогольной зависимости, есть желание стать духовно выше и лучше, то первой стадией должно быть отрезвление праздников. Как своих внутриродовых дней рождений, так и социальных, таких общественных, типа Нового года и так далее. Новый год, 8 марта, 23 февраля, какие основные праздники у нас. Так и, я уж молчу тем более про Первомай, там вообще пить, это по сути самоубийство, потому что 1 мая — это день Люцифера, а ночь с 30 апреля на 1 мая — это в Альпурге Иваночь, вы знаете, шабаши. И, то есть, это вообще идет подключение к еще более низким астральным слоям. Вот первый шаг — это отрезвление именно праздников. А уже потом можно переходить на все, ставшуюся на полную трезвость. Понятное дело, что резко перейти на трезвые позиции не получится. Это и понятно, психика инертна, она привыкла, что человек пьет и будет требовать восстановления этого. В случае резкого перехода пойдет обратка, пойдет реакция. Но, если говорить про медленный процесс эволюционного, плавного перехода с пьяного состояния на трезво, с кривды на правду, то, в первую очередь, отрезвляем праздники. С этим понятно? Я прошу сразу прощения у вас, если вдруг я говорю азбучные истины, которые для вас являются в порядке вещей. Я ни в коем случае не хочу вас этим принизить и сказать, что вот вы такие вот, раз вы вот этого не знаете. Вовсе нет. Но просто я понял, что этот вопрос надо проговорить. И я принял такое решение по той причине, что ко мне информация стекалась подобного рода. Понимаете? И это не просто в выборочных общинах где-то прошли какие-то там общины, клубы, объединения, которые праздновали. У них это прошло. Нет, это была массовая тенденция. Да, есть и хорошее известие о том, что, например, в Перми прошло празднование и на полторы тысячи человек абсолютно трезвым составом. Замечательно, здорово. Вот на это надо равняться. Но есть информация другого характера. И она не единична. Она не выборочна. Она показывает общую динамику. И хотим мы этого или не хотим, но нам надо признать, что на сегодня праздники на трезвую голову не проходят. А значит, они проходят в состоянии искривления. И вот дальше, друзья, смотрите, что происходит на тонком плане. Вот начинается праздник. И что мы видим дальше? Люди приносят с собой спиртное на природу, там, где будет отмечаться это празднование. Будет проходить вот этот праздник. Люди начинают употреблять спиртное. Подсознание уже принимает это. Дальше все становятся, как правило, в один круг. Правильно? Ну так или иначе. Это распространенная практика по всем общинам. Все становятся в круг. И получается, в круге оказываются и трезвые, и подвыпившие. То есть те, кто в день праздника решили стать на трезвые позиции, ну то есть решили сохранить свое сознание в состоянии правды и решили сделать свой выбор в пользу правды. И здесь же, в этом же кругу, стоят люди, которые сориентированы на кривду. Дальше они начинают, как правило, мы перейдем, это будет одна из следующих частей нашего семинара, они начинают проводить какие-то обряды и ритуалы. И обратите внимание, даже если они прекрасно ориентируются, хотя они не могут прекрасно ориентироваться при таком раскладе в обрядово-ритуальной части, но даже если они хоть чуть-чуть ориентируются в энергопотоках, в обрядово-ритуальной части, то сразу же здесь возникает диссонанс. Почему? Подсознание тех, кто выпили, тянет в низший астральный мир, в мир Нави, а подсознание тех, кто остались на трезвую голову, подсознание тех тянет в высший астральный мир, в мир слави и вот здесь вот возникает конфликт и в этом плане вот я не буду спрашивать кто из вас стоит на трезвых позициях но вот кто из вас стоит на трезвых позициях вот вспомните такой момент когда еще человек вот стал на трезвые позиции но вокруг него еще три еще есть люди которые выпивают просто я почему-то говорю естественным продолжением трезвого образа жизни является отрезвление людей вокруг причем вы их не агитируете не убеждаете ничего не делайте но и просто происходит стихийное отрезвление вплоть до того что вы на работу приходите устраиваетесь вам выделяют рабочее место и оказывается что вокруг вас сидят несколько сотрудников которые тоже трезвые это и происходит потому что чистота к чистоте притягивается правда к правде подобное притягивает подобное но когда еще эта стадия не наступила вы отрезвились сами но еще не отрезвилась ваше окружение вспомните состояние когда вы идете вы абсолютно трезвый а вокруг вас компания например выпивают пиво или они выпили там шампанского или вино ну какой-то алкоголь выпили и вы идете вы понимаете что вы трезвый но вас тоже вот так вот пошатывает было состояние такое у кого нибудь было вот каков принцип этого почему она так действует да потому что вы сохранили трезвость своего сознания но энергетически вы замкнуты в этой компании энергоконтур замкнут и получается происходит то же что в горах 19 человек прекрасные ходоки по горам но один допустим подвернул ногу и все идут медленно ориентир на того кто идет медленнее всех то же самое здесь вибрации запускаются и отсчет ведется от те от тех кто тянет ниже всех понимаете потому и энергии начинают закручиваться самого низшего астрального мира прям вот оттуда но с тех слоев куда погрузилась под сознание и сознание человека который выпил